Марк, как вы оцениваете этот удар, эту атаку по нефтебазе в Феодосии? Насколько она важна? Смотрите, вообще интенсивность в целом ударов, я вот смотрел статистику, которую в Украине, например, ведут, она возросла. Причем разнообразные виды средств используются для поражения. Здесь есть та особенность, что вот эти НПЗ, помните, по их поводу была дискуссия, Москва просила очень американцев убедить Киев не отшлять этих ударов по НПЗ, Киев не прислушался, а продолжил эти удары. Они на территории России горят, теперь вот на территории Крыма. Здесь с Крымом, с учетом того, что поражаются раз за разом разные объекты и военные, и связанные с военными гражданской инфраструктурой, ну вот в частности топливная, да, это, безусловно, создает гигантские проблемы в самом Крыму с топливом и так далее. Совершенно очевидно, что есть проблемы с доставкой топлива на территорию полуострова. Почему? Потому что оно кратно возросло потребление в связи с войной, потому что необходимо пополнять этот ресурс и для военной техники, которая заправляется тоже, в общем, ГСМ, которая на таких базах хранится. Феодорский гигантская база, поражение ее осложнит очень серьезно все, что касается топливного обеспечения. Но я бы сказал, что это все, понимаете, по нарастающей, как саспенс тревожно, так сказать, идет в канун обсуждения в Европе, где будет и Рамштайн, и совещание, куда вылетает Байден, вопросов о предоставлении Украине права ударов вглубь территории России. Это такая репетиция. Если такое право будет предоставлено, то, конечно, он будет реализован после выборов, после 5 ноября, то есть пройдут еще какие-то там 2-3 недели, но если такое разрешение будет получено, можно себе представить, если такие базы будут гореть, я не знаю, где и в Подмосковье, хотя они и так от ударов дронов горят, но поражение, которое можно нанести баллистическими ракетами или им подобными, там есть и крылатые, оно гораздо существеннее, там вообще мало что останется, если честно. Вот, так что здесь тревожный звонок для Москвы, потому что, ну, расстояния, которые поражаются объекты в Крыму, в частности в Феодосии, они превышают. Обычные, так сказать, это все-таки сотни километров, вот, и с этой точки зрения это очень-очень болезненно. Марк, на секунду обращаюсь к нашим зрителям. Друзья, вы активно присоединяетесь к эфиру, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на нас, ну и писать комментарии, писать в чате, обсудим этот выпуск, обсудим эфир и новости. Марк, к вам еще один вопрос, скажите, а как вы думаете, почему, как будто несколько снизилась интенсивность ударов по Крыму в последнее время? А дефицит, дефицит средств, это же очевидно, то есть, по Крыму конкретно снизилась, а по территории Российской Федерации возросла, то есть, то, что предназначалось для Крыма, сейчас используется для ударов по территории России, ну, хотя бы до стакилометровой зоны, которая разрешена поражать средствами, которые предоставляет Запад, собственными средствами, например, дроны и некоторые другие виды, их использует украинская армия, но в основном сейчас в большей степени это направлено на территорию России. Понимаете, как на крымское направление, вот, скажем, на левый берег Днепра сейчас не направлены удары, потому что нет никакого сухопутного операции, так сказать, сопровождения какой-то операции в сторону левого берега, этого нет. Позиции заняты и остаются теми же, что на правом берегу украинские, на левом берегу российские. И, возможно, так сказать, из-за дефицита средств лишнего нет, никакой сухопутной операции не планируется. Ну, так мы можем судить. Вот. Ну и потом, смотрите, ведь в Крыму очень много целей поражено. Например, весь Черноморский флот отведен из Севастополя, из бухты. Он сейчас в Новороссийске. То есть поражать, например, корабли, ну, на такое расстояние сложнее намного в Новороссийске. А всё, что было на полуострове, ну, в общем, подверглось огромной воздействию. Атакам с разной периодичностью, что привело, собственно, фактически к самоликвидации Черноморского флота в Крыму. Нет, он остался, он выведен в сторону, значит, Новороссийска, но в Крыму для поражения на более близкое расстояние судов нет. Поэтому меньше целей стало, понимаете? Меньше целей. Но это не значит, что если бы не было других свободных средств, более их там переизбыток, то чтобы не поражались цели, например, тот же Крымский мост, потому что о нём много говорится, но, видимо, для того, чтобы нанести ему существенный ущерб, а это значит разрушить опоры моста, не пролёты, а опоры моста, для этого пока средств нет. По-видимому, нет. Я бы хотел с вами обсудить одно видео, которое тоже, собственно говоря, из Феодосии, из Крыма. Мы много получаем контента вот с таких атак, но вот это удивительное видео, мне кажется, потому что это, судя по всему, ещё один дрон, который снимает буквально через несколько, может быть, минут или часов после атаки на это НПЗ. Тут могут быть две версии. Или это дрон кого-то из крымчан, кто, собственно говоря, находится там рядом и снимает это, или это украинский дрон, что, собственно говоря, оба этих варианта, ну, какое-то запредельное попустительство и насмехательство над всей российской обороной и над ПВО. Как вы могли бы прокомментировать появление такого видео? Я думаю, что это всё-таки украинский дрон. Дрон, я думаю, это обычная практика, когда на объект поражения запускается дрон для того, чтобы, с одной стороны, фиксировать видеофиксацию, это важно. Вот, ну, для разных целей, там, тактических, оперативных, насколько точно был поражён объект и так далее. Ну, и для чисто пропагандистских, ну, это нормально, идёт война, информационная её часть этой войны. И такого рода съёмки, они обескураживающие впечатления производят на крымчан, и на власти там, и на российскую власть в целом. Поэтому я думаю, что всё-таки нет, это украинский дрон, потому что там есть средства РЭП, которые пытаются контролировать, например, пространство. Я думаю, что если бы это кто-то из крымчан запускал, ну, наверное, это было бы небезопасно, очень рискованно, потому что могли засечь, откуда управляется дроном, куда передаёт камера соответствующее видеоизображение. Поэтому, ну, риски есть. Возможно, конечно, безусловно, есть шпионы и подполье украинское на территории Крыма, агенты СБУ и военные разведки. Конечно, они там есть, но просто, чтобы вот запустить свой дрон прямо с территории Крыма, Крым всё-таки маленькое пространство, и ради картинки, ради фиксации так рисковать людьми, ну, вряд ли бы стали. А дрон тяжёлый, на большие расстояния летающий, ну, для него это не проблема, если его не собьют, так он вполне может эту оперативную задачу справиться. Поэтому я думаю, что это украинский дрон. Но в целом я бы сказал, что, вот смотрите, вот удивительное дело, насколько все говорили, что война будет привычная, обычная, тот, кто воскнул флаг, тот и победитель, а она оказалась технологической. Украина имеет преимущество во всех видах беспилотных летательных аппаратов, сейчас дронов, FPV-дронов и так далее. И смотрите, какой ущерб наносится с использованием дистанционных этих средств. Россия мало что может противопоставить. Вот и говорите, про панцирь и так далее. Это же ведь тоже проверка, насколько эти средства эффективны для защиты таких чувствительных объектов. По-видимому, у России очень слабая система защиты. По-видимому, она не справляется. Что-то она сбивает, что-то она предотвращает, безусловно, конечно. Но все равно ее пробивают. Я вот все думаю. А интересно, действительно, баллистические ракеты, которые полетят на расстоянии уже 300 или больше километров, Stone, Shadows, американо-британская ракета, Scalp, а может быть и Atacons, так сказать, баллистические снаряды для Хаймерсов на 300-километровую глубину в сторону России. Их чем будут сбивать? То есть, действительно, имеются такие средства? Или же, понимая, что их, мягко говоря, они не так, чтобы высокоэффективны, Россия, ее руководство столь болезненно сопротивляется, пытается конвульсивно, угрожая чуть ли не ядерным ответом, пытаться предотвратить выдачу этого разрешения Украине. Понимаете? По-видимому, со средствами ПВО и со средствами противоракетными, но если предполагать баллистические удары с помощью баллистических средств, видимо, большие-большие проблемы. Так я себе это представляю.